всем привет с вами марсо марина и сегодня я не буду угонять автомобиль а попробую его найти если у вас все же угнали автомобиль то у вас есть несколько вариантов действий первое это подать заявление в полицию и сидеть на попе ровно ждать второй вариант подать объявление в социальные сети у вас наверняка есть странички на фейсбуке вконтакте можете разместить объявления попросите всех друзей знакомых сделать репосты она оставляя номер телефона в социальных сетях будьте готовы что вам могут позвонить мошенники которые захотят вам вернуть автомобиль за вознаграждение их легко проверить узнав ту информацию которой не было в общем доступе также есть сообщество поиска угнанных автомобилей в которые тоже стоит обратиться это сообщество единомышленников автомобилистов целью которых является помощь друг другу в поиске угнанных автомобилей сегодня проходит очередная акция по поиску угнанных автомобилей и сейчас вы увидите как это происходит здесь собрались для того чтобы помочь найти автомобили которые были угнаны Для того, чтобы оперативно информация передавалась сотрудникам ГИБДД, будет использоваться приложение сообщества поиска угнанных автомобилей. Когда вы будете производить фотофиксацию автомобиля, сразу же попадает на сервер, и сотрудники правоохранительных органов будут проверять автомобиль на соответствие цвету марки автомобиля и, естественно, госномера, который на нем установлен, находится ли он в розыске. Сегодня на акции, грубо говоря, вы можете фотографировать все фокусы Solaris и Kia Rio. Это самые угоняемые автомобили на сегодняшний день. И даже если ничего не выдает автомобиль для угона, лучше его проверить. Всем, естественно, большое спасибо за то, что вы тратите свое время на поиски автомобилей. У некоторых даже его не угоняли, но они помогают найти своим друзьям, родственникам, просто людям. Наконец-то нам выдали участок, достаточно большой. Поедем искать угнанные автомобили. Участок от проспекта Косыгина и улицы Передовиков до Комунны. Все, инструктаж прошла, карту получила, приложение есть. Погнали! Поиск угнанных автомобилей начинается с прочесывания дворов. И сейчас я заеду в первый двор на нашем пути. О, машина без номеров. Но это семерки Жигулей. Я вряд ли кто-то хотел угнать. Первое, на что я обращаю внимание, это номерные знаки, на их крепление и регион. Вот очень подозрительный автомобиль. Во-первых, это Ford Focus. Он пользуется популярностью среди угонщиков. Номер 71-го региона, а рамка московская. Вмятина на капоте и ржавые тормозные диски. Скорее всего, это ложная тревога, так как номер не прикрыт, а угонщики так не делают. Но мы все равно пробьем этот номерной знак по базе угнанных автомобилей. Открываем приложение. Добавляем фотографию. Здесь очень удобно сделана привязка к геолокации. Нажимаем на геолокацию и сразу адрес появляется. Дополнительная информация, номерной знак. Цвет черный. Модель, марка. Особые приметы. Вмятина на капоте. Все, отправить. Все, запрос мы отправили. Он теперь будет обрабатываться по базам ГИБДД. Уже столько дворов объехала, очень устала. О, смотрите, какая подозрительная Хонда. Машинка какая-то подозрительная. Странно припаркована, колеса сдуты, тормозные диски ржавые и номера не прикрученные. Ну, можно подумать, что она в угоне, но я пробила ее по базе и она чистая, поэтому не судьба. Ну, что ж, я сегодня не нашла ни одной машины, хотя проехала так много дворов и сильно устала. Так что искать угнанные автомобили это очень сложно. Но главное помните, что большинство автомобилей не находит только потому, что их никто не ищет. С вами была Марина Марсо, агент Угона.нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, берегите себя и свой автомобиль. Сейчас заорет.